здравствуйте дорогие друзья гости моего канала я начал подготавливать горячим копчению курочку коптить будем ее в альтернативной коптильной москит горячим копчением для начала надо ее подсолить засолить замариновать маринате буду шприцеванием вот у меня здесь 6 половина килограмм курочки соответственно 650 миллилитров воды газа кипяченый охлажденным 100 миллилитров этого рассола вогнать каждый килограмм этой курочки в 100 миллилитрах рассола на килограмм в эти 100 миллилитров растворяем 16 грамм соли и 3 грамма сахара можно 16 грамм по 8 грамм сделать по вареная соль и нитритная соль кому не нравится нитритная соль можете прям обыкновенную поваренную соль 16 грамм использовать растворить ну все начинаешь шприцевать и вгонять этот весь рассольчик вот этот курочек извиняюсь забыл надо или попку эту всю отрезать или железу вот это вот удалить просто просто удаляем ее и все приступаем шприцеванию шприцуем по кости сначала по два шприца вгоним в каждую ну а теперь оставшийся рассол распределяю равноверно по всем курочкам бедрышки вгоним ну и крылышки ну все курочка полностью прошприцованная сейчас можно ее натереть специями я буду натирать просто хмели-сунели попросила сделать именно приправе хмели-сунели я просто натираем ее снаружи внутри потом просто мы это все смоем это просто придать аромат курочки аромат во время засолки укладываем в тару посолочку засолочку внутри снаружи полностью натираем их так обмазок можете вообще любой специй какая вам нравится можно сделать смесь перцев или перцев там смесь какой букет составить ароматный или уже готовы купить приправу там для курицы и тоже ей натереть остатки рассола просто заливаем сюда пускай будет там солится и вот так оставляем в прохладном месте в холодильнике прохладном месте на балконе лоджии на 12 часов минимум на 12 часов где-то каждые 2-3 часа просто перемешивать но местами менять курочку одну сверху положить другую снизу и так вот мариноваться она будет ну а после засолки продолжим уже ее готовить вот прошло 12 часов обычно я на ночь вечером делал ночь оставляю на засолку так курочка просоленная получается сейчас мы будем ее подготавливать уже к копчению поставим курочку берем шприц и вот там вот рассол который выделился все равно он выделится набираем один шприц этого же рассола который выделился и еще раз по чуть-чуть вводим буквально один шприц на всю курочку теперь обвязываем ее я люблю обвязывая кто-то любит прав целиком чтобы она так вот была я буду обвязывать заделываем крылышки у нас не торчали вот так поступаем со всеми курочками остальными для чего мы добавляем еще шприц еще раз пришел курочка последствия была сочной не сухая а сочная ну все после того как обвязали курочку все теперь кипяток вода кипяток и берем эту курочку заодно смоем все специи опускаем кипяток секунд на 30 для чего мы это делаем чтобы шкурка во время копчения стала сухой и не такая жесткая она должна будет мягкая вот так секунд на 30 мы просто в кипятке обвариваем курочку и заодно специи смоем сверху и так поступим с каждой курочкой посмотрите какая она становится красивая надулась такая шкурка мягенькая стала по сравнению вот с этой соответственно воду надо будет подогревать лучше это делать на плитке ну чтобы она была горячая постоянно потому что мы сейчас уже охладили одной курочкой ну вот мы курочку повесили в швс сейчас мы буквально в течение 30 40 минут обдуем чтобы она подсохла поверхностно видите сразу ставят скрепочки повесила на веревочки скрепочки вставил чтобы она притягивала дымок я имею ввиду сама курочка и в швс вот так вот сейчас мы все это дело обдуем но пока она будет обдуваться мы приготовим коптильню к копчению ну вот подготавливаем коптильню средние излучатели я убрал боковые оставил курочка будет висеть по центру вот на этих шампурах те возьмем и сюда вот по центру их повесим в курочку по диагонали она вот так будет висеть в поддоне соль коптильню я мою вот таким вот пульверизаторами обыкновенными сюда наливаю воды сначала брызгиваю все полностью поверхность вот там которые шипы вот эти вот которые соединения не шипы а соединения которые заматываю просто пакетом целлофановой пленкой заматываю чтобы туда вода не попадала просто все забрызгиваю сначала водичкой слегка всю коптильню после разбавляю вот эта жидкость грейс для мытья двигателей также есть для мытья коптилин такая же жидкость но она по качеству одной тоже просто вот это даже дешевле разбавляю ее один к трем один к трем один к четырем как коптильня загрязнится также ее в пульверизатор наливаю такой же пульверизатор наливаю все так же забрызгиваю всю коптильню вот этой жидкостью жду минуту а после таким же точно пульверизатором такой же с водой все это смываю на дно когда мою я стелю просто тряпки тряпки застилаю она все стекает тряпки впитывает потом просто уберу эти тряпки убираю вытираю и выкидываю их ну можно конечно не выкидывать можно сполоснуть и снова их использовать ну все сейчас коптильню закрываем включаем нагрев зольника нагрев камеры так сказать прогреем коптильню пока у нас будет подсушиваться подвяливаться курочка коптильня прогреется и уже в теплую коптильню мы будем вешать уже саму курочку вот курочка подвялилась она подсохла сейчас мы так вот уберем и перевешиваем в коптильню в коптильне температура набрала уже более 75 градусов за полчаса пока она обветривалась я прям теплую коптильню и будем ее перевешивать ну вот так вот курочка будет располагаться в коптильне все расстояния мы смотрим вот эти шампура по диагонали чтобы они были на расстоянии вот этих шипов вот так вот начинаем готовить курочку сейчас сразу же закидываем дрова и начинаем прям сразу же уже я имею ввиду подвяленную подсушенную курочку сразу коптить его будет начинаем коптить сразу же течение часа мы будем коптить а потом уже без статики без включения холодного копчения будем доводить уже до готовности внутри курочки вот так вот начинаем приступаем к копчению сейчас закинем дровишки дым пойдет хорошо круче холодное копчение и сразу же начинаем коптить ну а друзья видите дымок пошел температура дыма с учетом орева камера где-то 75 градусов и этим дымом горячим будем коптить курочек сейчас камера наполнится дымком и включим холодное копчение статику сразу же включаем статику и коптим их в течение часа все прошел час дровишки я уже достал ну или угольки все что остались холодное копчение выключаем там правда сейчас еще дым будет я открою показать вот такие вот курочки копчененькие ну все сейчас вставляем щуп в грудку и доводим до готовности в альтернативный коптильный москит просто уже без всякого включения холодного копчения просто будут работать тэн изольник будем доводить до готовности все в таком состоянии она будет коптиться вернее уже не коптится а готовится просто доведите будем до готовности внутри грудки 74 градуса ну вот температура при 85 достигла готовности 74 градуса весь процесс заготовки занял меня 33 20 вот смотрим что у нас получилось такие вот курочки сейчас даем остыть отлежаться еще часов 12 и будем пробовать вот курочка отлежалась 12 часов после копчения в моските посмотрите какая она красивая съезжилась маленько от ничего не страшно на вкус не влияет он даже под шкура видно там желе сок он прям остался весь внутри курочки скрываем вот копчение моските без всяких утеплений парогенераторов конвекций и так далее разрезаем прям по грудке пополам я уже там сок вижу внутри курочки какая она сочная получается и по-любому очень вкусно разломать вот видите какая курочка он сок это вот приправки все что остались именно внутри курицы вот она желешка вот она образовалась так это мы по кости разрезали уберем видите она вся приготовилась смотрите какая сочная постоль и сама том аромат приправ присутствует многие говорят что смысл их приправы мариновать если вы будете сюда коптить и все дым забьет нифига не забивает вот он аромат вкус хмели сунели можно сказать курочка по восточному горячего копчения это без всяких утеплений готовилась она при 85 градусов это достаточно при 85 градусов готовить именно горячего копчения чтобы она была как в магазине именно как магазинная курочка только магазине накрашенная а здесь вот именно тот вкус который прямо в магазине продается вот все то же самое один в готовилась она при 85 градусов больше не надо температуру килограмм продукта любого килограмм продукта при 85 градусов готовится от часа до полутора часов как сказать она томится готовится доводилась до 74 раз внутри именно курочки вот такая вкусная ароматная пользуйтесь рецептом очень просто все очень вкусно всем приятного аппетита и до скорых встреч это для тех кто больше сказать что я колерном по фильтром что-то ее предел вот она вот такая вот и есть вот она видео снимаю и сразу отправляю он желешка очень вкусная